здравствуйте сегодня 25 апреля 2019 года меня зовут евгения адамс джейна адамс я тут подготовила перевод с одного видео в общем-то 2 2 больших новости в сообществе таргет это индивидуал с сетью рора у меня есть сказать в общем получается так что вот 26 и 27 апреля этого года конечно в калифорнии в сакраменто бэй на пройдет сбор таргет это индивидуалс в общем ну как бы сборы это бывают они вот сейчас весенний как бы сбор будет и проходят они по моему сборы таргет это индивидуал жертвы террора по моему два раза в год где-то в америке получается в сша ну вот сейчас значит назначен сбор на 26 и 27 это будет пятница и суббота с 11 часов утра до двух внутри часа каждый день два дня подряд и в общем-то как бы набирается уже большая группа там около ста человек зарегистрировались а возможно и больше будет как то что люди подходят и подходят для регистрации и как бы это хорошо очень хорошо потому что надо чтобы люди видели на улицах много людей что люди протестуют против этого против использования на жертв террора вот этого оружия невидимого стелс и потом значит в общем вот эта новость и вторая новость я хотела бы поговорить есть видео элла фри и она значит делала интервью чат бач вот он будет проводить конференцию в канаде и алберта канада и в общем получается так что как он объясняет в этом видео я вам ссылку нам на это видео я сейчас просто сделаю краткий перевод с этого видео что он говорит что там люди задают вопросы ему ну как бы там свои ситуации говорят объясняют что там у них происходит ну так кратенько я вам скажу с этого видео но ссылка будет у меня внизу там прочитайте ну идите кто понимает по-английски идите туда и посмотрите в общем посмотрите это видео и как будто эта конференция она по в общем как вот чат говорит что это будет большой прыжок вообще на всей истории человечества по правам человека это будет настолько значимая конференция что сейчас будут подготавливать резолюции к которым придут вот на этой конференции и значит будут подавать законодательные орган канады и ну как бы по всему миру уже это пойдет я так понимаю потому что сейчас вот в швейцарии по моему доктор хортон катрин хортон она подала вот это вот вот закон чтобы принимали в швейцарии по поводу того чтобы ну вот испыт внедрять вот эти технологии в людей такие как чипы в головы и прочие чипы и всякие другие технологии чтобы только все было с разрешения и согласия человека на эти эксперименты опыты ну чтобы подходили законодательно на этом уровне они просто так всучивали всем подряд эти вот чипы микрочипы наночипы биочипы ну вот и на этой конференции будет рассматриваться вот этот вопрос она будет проходить 25 мая этого года в канаде альберта и там будет общем приглашаются люди ученые известные в сообществе ученых доктора потом будет приглашен значит придет Роберт Данкан что ли вот по моему вот такой вот он но Джан Холл ну он в Америке известный потерпевший от пси-террора он работал значит в больнице анестезиологом и потом ну там у него своя история получилось так что он стал таргет этот индивидуал жертвой пси-террора и как бы он играет сейчас огромную роль тоже ну в объяснении всего этого феномена пси-террора и в общем он там будет и в общем это будет закон по принятию законов по правам человека будут приглашены вот он сказал что будут приглашены политики также от каждой партии на эту конференцию потому что идут так ага потому что будут выборы в Канаде в октябре и в общем они хотят вот этот вот вот эту конференцию сделать подогнать именно под вот эти политические выборы и чтобы они стали рассматривать вот эти вопросы по проведению опытов экспериментов над ничего не подозревающими людьми по поводу чипирования без согласия предупреждения населения ну я как бы в предыдущем видео вот перевод делала с Рамула там в общем-то она много сказала тоже на эту тему что творится что делается с людьми с ничего не подозревающими что их чипировали их там ну издеваются над ними извне активируйте чипы в общем это страшные дела и вот тут вот конференция будет как бы вот на эту тему и вот что еще тут немного набросала тут себе на что сказать в общем будут приглашены правозащитники и люди которые занимаются вопросами этики по мозгу по взломам мозга потому что это нужна быть этика потому что мозги-то взламывают людям опять-таки это же технологии вот такие и мозги взламывают и тело взламывают и каждый орган воздействует что хочешь они могут сделать с этим органом вот этими технологиями опять-таки так и он говорит что сейчас технологии так ушли далеко что ну вот он тут рассказывает еще в этом видео что так ушли далеко что сейчас можно просто одеть наушники специальные и значит это нейронные приложения есть нейронные по мозгу есть приложение просто одевай наушники и ты можешь даже задействовать как например игрушки ты можешь силой мысли игрушки двигать вы понимаете силой мысли вот благодаря вот этим вот нейронным приложениям и одевая вот эти наушники которые эти вот наушники они значит работают по мозговой активности понимаете по мозговой активности и в общем тут тут как бы история такая что это простому человеку конечно не объяснить как я вот пытаюсь объяснить но я как бы так поняла что он сказал вот так они работают вот так что считывается ваш внутренний голос мы ведем диалог в течение дня постоянно постоянно что-то сами себе говорим что-то там это мы даже этого не замечаем но внутренний диалог он постоянный и вот это они вот и считают как бы мыслями человека но это но это тоже своя часть этих чтения мыслей человека и как бы вот эти вот наушники они работают на ваш будут работать на вашем внутреннем голосовом значит вот этом диапазоне будет идти значит волна как он сказал в мозге будет идти мозговая деятельность волна и вот эти наушники ИГГ по-моему называется электромагнитные вот эти вот волны которые излучают мозг вот эти наушники будут выхватывать и все что вы там внутренне проговариваете вот эти наушники выдают как бы в эти приложения нейронные которые будут значит в будущем да они уже сейчас он говорит есть уже мысли просто мыслями люди могут двигать вот эти игрушки дистанционные потом зачитал что ну в общем он сказал что вот такие вопросы будут на конференции рассматриваться так же что сейчас все можно делать дистанционно просто силой мысли но дело в том что это должно быть по согласию согласию человека это не должно быть просто так когда человеку значит чипы всадили вот например они вот сейчас как что вот жертвы все терроры вот говорят что они слышат голоса в голове там но некоторые не все и что считывают их мысли что так это вот как вот объяснение я где-то читал это они имплантируют просто вставляют специальные имплантанты где вот голосовая связь идет связка голосовая вот они по обеим сторонам значит ставят имплантанты наноимплантанты люди люди даже не понимают что они имеют это можно по моему даже у дантиста просто уколом туда вот эти вот чипы вести и все и человек человек все что говорит и все это внутренне проговаривает вслух проговаривает и вот через вот эти имплантанты и они идут как бы в таком вот они звучат очень в усиленном в усиленном звучании идут и все потом поступает мозг и идет активирование мозговой деятельности ИГГ по моему называется и вот те пожалуйста они читают мысли говорят ну ну что-то типа этого как бы примерная схема я говорю потом значит значит